привет всем привет друзья с вами тоже картошкин добро пожаловать на мой канал если вы впервые то не забудьте подписаться на канал ну а если вы подписаны то поставьте лайк или напишите комментарии то это будет очень классно сегодня как я обещал прошло много времени вы все ждали потому что были конкурсы были влоги но наконец-то появился мой дом давно его никто уже не видел все ждали все просили я уже говорил то что мы построили склад который располагается прямо тут откуда я вылез в начале в самом и сегодня сделал на него обзор также на небольшие улучшения которые провели в доме вокруг дома и получится думаю очень интересно также прошел наш первый конкурс на лучший дом youtube в котором победил у нас жареный беляш второе место занял антон антик как я и говорил при за этим двум людям я конечно же сделаю выпишу и сниму про это отдельное видео ролик также пишите в комментариях какие вы хотите еще улучшения что нам построить потому что многие что-то писали интересные по типу огорода мы уже прислушаемся потому что огород в принципе правда будет интересно сделать что-нибудь небольшое там посадить получится очень наверное интересно а вам желаю приятного просмотра не будем долго тянуть погнали продемонстрирую вам в принципе склад еще он сделал чтобы вы могли сделать то же самое как вы помните раньше было два склада это строительный и оружейный ну конечно понятно для чего каждый из них были очень плохие потому что доски у них сдвинуло все засыпалось землей также шифер поломался потому что туда пошли животные но это конечно уже не от самого склада того что не было забора прямо как сейчас потому что пока что не хватает щит в предыдущем их складах было не так много места и в принципе мы собирались делать чуть-чуть побольше ну а получилось достаточно побольше предыдущего и поглубже он получился мы в начале когда начали копать думали сделаем его глубину во весь рост стоя стоять но потом это гораздо тяжелее когда появляется глина там очень тяжело копать простыми лопатами поэтому мы перехотели решили сделать не очень глубокий склад также этот склад должен накрываться вот тут шиферной крышкой но шифера как я уже повторюсь его пока что нет будем искать вот сюда ваших перасу на еще шипер но в общем шифера надо много сам склад выполним также из шифера 4 листа тут располагается два боковых которые мы поставили вертикально для того чтобы можно было делать скат мы как-то хотели в принципе выглядит достаточно красиво если бы он был просто на одной высоте не так бы красиво было и два горизонтально расположены вкопаны в землю это они не маленькие там они копаны просто в глубину повсю и также эти так же вкопаны чтобы они не уходили и земля не начала просыпаться также как в тех складах как это было начали доски вот так вот двигаться двигаться и склад становился меньше и засыпало его землей здесь сделаны четыре арматуры интересных но просто обыкновенные арматуры моих молотком вбили и теперь ничего не сдвигается тут все очень крепко стоит на постройку склада у нас ушло ну там буквально часа два наверно не торопясь мы это делали вот некоторые пишут что смогу сделать это гораздо быстрее но в принципе и у нас располагается смесь строительного и оружейного склада справа у нас этот же короб который был вкопан мы его сюда поставили тут у нас строительные материалы также вон там он склад у нас как вы знаете он там располагается я кстати вот так же чуть лучше попозже покажу и слева у нас тут стоят оружие заборчик также возле которого стояла елка огорожена но она все засохла все-таки к сожалению вот и не получилось чтобы она у нас выросла на участке оружие на принципе ничего необычного на полу постелили линолеум чтобы не было земли было покрасивее как-то чтобы спуститься в наш склад нужно вот так вот встал можно даже за эти штучки держаться тоже достаточно удобно и сюда спустился можно туда сидеть интересно достаточно находиться мы сюда вот небольшую дощечку поставили как типа мини ступеньки чтобы вот так вот хоп ну очень легко это все конечно делается без каких-либо проблем ну и в принципе вот этот склад про который я вам говорил рассказывал долго на стримах мы старались поэтому я надеюсь вы оцените эти старания лайком и пожалуйста напишите как вы оцениваете по 10-балльной шкале склада будет интересно почитать что вы думаете о нем вот от этого склада где находятся ценные материалы мы переходим в склад где у нас находится обычный стройматериал которые не очень важны но для них я сделал тут во первых мы тут сделали перегородку шиферную которая здесь стоит и можно также открывать также была она тут но пока мы ее убрали чтобы ходить можно было проходить вот и тут в принципе не видно но я я постелил вот такие доски на пол и все красиво сложил потому что из как вы помните в предыдущих видео но это на самом деле давно не показывал этот склад он был не очень красивым но сейчас я его починил поставил там доски по которым можно ходить и чтобы те доски которые из материалов лежат они чтобы не гнили я сюда все красиво сделал давайте зайдем во внутрь мы располагаемся уже внутри сейчас я вам покажу новую новинку которую мы сделали буквально пять минут назад получилось достаточно интересно смотрите мы хотели сделать небольшую кухню ну как тут кухня из кухни только полка полка для каких-то кухонных принадлежностей вот у нас тут пока встала две кружки думаю в дальнейшем если появится у нас тут будут тарелки либо там вилки ложки что-нибудь еще также мы сделали вот такую крутую плиту очень интересная плита ну под наподобие плиты идея мы сразу взяли у magic 3 кто был на стриме подсказка будет где-то тут то вы могли узнать что мы смотрели у magic 3 дом у него была такая плита я вам сразу сказал что скорее всего возьмем ее к тебе в дом потому что крутая идея например зимой когда холодно или слишком жарко летом можно разогревать тут поставил там свечку либо соломы накиданных не знаю интересно достаточно будет а зажег и поставил например кружку и можно разогреть и там чай либо также сковородку можно поставить и очень классно получится вот так она хорошо очень держится очень интересно прикольно будем тестировать когда будет 24 часа челлендж надеюсь он будет скоро вот надо будет подготовиться к нему конечно же чтобы тут поночевать но в принципе уже что-то мы интересное сделали но также как тут как обычно висят шампуры не помню показывал вам или нет скорее всего я уже после этого после того видео про утепление дома и их уже сюда повесил вот этот стол мы потом берем потому что у нас слишком много столов доме но если нам не хватит этих пола кто-то подумал потому что вроде ну не такие большие можно будет вторую сделать может выглядеть они достаточно красиво держится очень крепко и в принципе из изменений в доме уже ничего нет потому что мы в принципе ничего не делали из-за того что я отсутствовал ничего из изменений тут внутри нет ну кроме вот этого небольшого уголка поэтому перемещаемся на территорию ну что ребят получилось небольшое видео но мне кажется информативно я вам рассказал потому что давно про дом видео не было вы уже меня потеряли поэтому я вам рассказал что у нас как показал обновления достаточно неплохие в принципе с улучшением склада и небольшой постройки кухни уже начала ее возможно дальше мы будем еще сильнее улучшать вот и конечно же ждите 24 часа челлендж и новые обновления которые мы будем снимать это конечно же все будет но ближе всего к ним 24 часа челлендж потому что мы почти к нему уже готовы. Если наберется много просмотров и много лайков, то мы выпустим это видео, конечно, гораздо быстрее, потому что для нас это очень приятно, когда вы набираете много просмотров. Ну, а на этом мы заканчиваем. С вами был Тоша Картошки. Не забывайте подписываться на канал. Также приходите на канал Шурика в описании, потому что, ну, тоже будем ему помогать. У него тоже достаточно крутые видео. Также по ссылке в описании вы можете держать наш проект, задоначить через Киви или Донешиналерс. Вот. И, в принципе, будем вам, конечно, благодарны. Всем до новых встреч! Всем пока!